Эта программа говорит Губерния, сейчас будет любовь и анимация. Любовь и анимация – это лозунг фестиваля анимационного кино «Анимур», который во второй раз проводится в Хабаровске 28 сентября по 1 октября. «Анимур» мне кажется, это очень креативно. Мне очень понравилось. Мне прям нравится. И чтобы погрузить вас в атмосферу анимацию, давайте посмотрим короткую нарезку мультиков прошлого года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь представляю директора Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» Александру Дубовку. Здравствуйте. Здравствуйте. Фестиваль. Что там будет? Давайте вот сразу по порядку. Вот фестиваль анимур – это большое такое вот событие. Нет, может, с истории начнем? Ну что же, вы не были на прошлом фестивале. Вот не дошли, а в этом году надо дойти уже. Что, с истории начнем? Давайте начнем с истории. Давайте, потому что он был уже один раз. А какой вопрос вам больше понравился? Это второй раз мы будем проводить. Поэтому те, кто был в прошлом году, уже все знают. В этом году мы чуть-чуть его дополнили. Ну, а им хорошо себе юбилей, они все знают. Вообще, если говорить так, то анимур – это часть большой истории нашей уже анимационной, потому что, ну, пять лет назад уже в этом году мы будем юбилей праздновать. У нас случилась наша замечательная студия «Мечтолет». А два года назад еще случилась наша общественная организация, которую я возглавляю. Это общественная организация развития анимационного искусства. И вот два года у нас было очень много, на самом деле, мероприятий. И мы и смены в созвездии делали, и студии открывали, и конкурсы проводили. И фестиваль детский у нас был. И, собственно, вот «Вишенка на торте» у нас случился в прошлом году впервые. Наш первый международный анимационный фестиваль. И в этом году опять. А кто автор? Вы? Ну да. Ну нет, на самом деле… Вы молодец. Я руководитель этого проекта. И как следствие случилось, стала руководителем фестиваля, которого никогда не ждала и не гадала, что буду. Но на самом деле, так как не я одна, в этой команде работаю, у нас хорошая, очень сильная, слаженная… Вот я уже прям очень не нарадуюсь на нашу команду, которая делает этот фестиваль уже второй год. Мне кажется, это самые лучшие люди нашего края. Ну, у меня просьба. Давайте покажем кадры прошлого фестиваля. Мне особенно понравились лица детей, которые сидят. Расскажите, все это можно будет… Сразу говорю, что это не только для детей. Это понятно. Вот сейчас, кто нас смотрит по телевизору, я обращаю внимание, что показы будут в том числе и для взрослых. Сеансы будут и 18+, на которые мы детей с другом вообще не приглашаем. Вот. И, собственно, конечно, анимация для детей. Для нас вообще привычно, что мультфильмы – это детское искусство для детей, но нет. У нас будет большая программа показов, конкурсных в первую очередь, потому что фестиваль является конкурсным. Мы собираем программу фильмов буквально со всего страна. Нам летят заявки. Вот в этом году это 2, 108 заявки. В прошлом году было 1200, а в этом году вот полтора раза мы увеличили прием заявок. 2, 108 заявок. Заявок фильмов, да, пришло на конкурс. Невероятно. Вот программная дирекция наша. Вот единственный человек, который, собственно, у нас не местный. Это наш киновед, наш специалист в области анимации. Алена Сычева, она долгими усилиями выбрала программу, наверное, самых лучших фильмов, которые мы покажем уже в кинозалах. Фестиваль именно международный. Да. То есть там такое перечисление большое. В этом году 83 страны приняли участие. То есть те, кто присылал заявки. Но в программу показов мы, естественно, там не все попали. Там, по-моему, мы насчитали буквально вчера 63 у нас получилось. Но все равно это очень большое представительство фильмов фактически со всего мира. А какое сейчас анимационное кино самое крутое, считается? Отечественное, конечно. А, да-да, российское. Нет, на самом деле, вот все-таки, без всякого скепсиса, отечественная анимация, мультипликация является одной из самых лучших в мире. Так, получится посмотреть, как попасть на показы. Зрители будут голосовать как-то за лучших или все-таки авторитетные жюри? Вот, во-первых, показы все бесплатные. Единственное, что мы просим зарегистрироваться. Мы всех ориентируем на наш замечательный сайт. Программу и расписание, сетку, собственно, сеансов мы опубликуем в ближайшее время. И там можно будет зарегистрироваться и прийти совершенно бесплатно. У меня просьба, давайте сайт фестиваля адрес дадим сейчас. Да. Ну, легко запомнить, анимур. В любом поисковике вы заполняете, и он выдает вам сразу сайт нашего фестиваля. И, собственно, выбирать лучших в конкурсной программе будет, во-первых, международное жюри. Как и в прошлом году, мы зовем, наверное, самых таких авторитетных представителей анимационного искусства нашего. В этом году это Иран, Китай, Узбекистан. Вот мы пригласили. Единственное, не буду сейчас анонсировать фамилии, потому что, ну, не все еще подтвердили свое участие. Многие согласовывают графики. Ну, точно, например, подтвердился участник прошлого года. То есть он был в прошлом году в конкурсной программе. Иранец со своим фильмом получил специальный приз. Рамтин Суджапур. И он в этом году будет в жюри. То есть мы надеемся, что будет некоторой такой традицией, что еще участники будут потом к нам возвращаться уже в качестве экспертов. Вы знаете, у нас есть нарезка еще одна прошлогодних мультиков. Давайте посмотрим. Мне они очень понравились. Субтитры подогнал «Симон» А у вас есть какой-то любимый мультик? Из этой программы? Ну, или вообще. Из детства. Про Катали Аполь, да. Но на самом деле, что тут смотреть нарезку, надо приходить на показы. С 28 сентября, собственно, мы стартуем сам фестиваль. Перед фестивалем, кстати, еще есть возможность посмотреть программы, собранные из фильмов прошлого года. Мы еще делаем такое эхо прошлого года. И можно уже сейчас познакомиться, собственно, с этими подборками и понять вообще, насколько тебе это интересно. Более того, мы делаем такие киноклубы еще с обсуждением. Мы зовем векторов, наших спикеров. И пытаемся поговорить вообще об увиденном. Прочувствовать это. Это достаточно интересно. А сейчас вообще какая технология мультиков считается самая лучшая? Я помню, во время моего детства в основном кукольные были, но они мне очень нравились. Пластилиновые. А это, кстати, будем ломать стереотипы. Мы готовим одну из программ таких специальных. Это как раз помимо программы показов у нас еще будет такая достаточно обширная программа мастер-классов и творческих встреч. Собственно, режиссеры, которые будут на площадке, они будут эти творческие встречи давать. В том числе, кстати, ребята из Мечтолета. И вот одну из тем мы, думаю, обсуждаем как раз про кукольную анимацию. Вот что есть прекрасная анимация кукольная, которую стоит смотреть. Вы знаете, фестиваль международный. Ну, конечно же, интересно, как представлен наш Хабаровский край. Наверняка Мечтолет будет, да? Может кто-то еще? Не только. А кто еще? На самом деле у нас есть еще прекрасная студия в Комсомольске, которая называется «Зеленые камниежки». Это девчата, которые снимают… Которым, кстати, 4 года. Они чуть-чуть помладше Мечтолета, но они молодцы. У них тоже уже свой задел на сериал. Они уже там пилотную серию сняли. И более того, мне кажется, они уже близки к съемке целого сезона. Поэтому у Мечтолета есть в хорошем смысле конкуренты в нашем крае. И они тоже будут на фестивале представлены. У меня такое ощущение, что сейчас какой-то взлет популярности анимации. Ну, именно в нашем регионе это как минимум. В нашем регионе, да. Либо всегда такое было. Я просто не понимаю. Но это же, мне кажется, коммерчески невыгодно, да? Ну, потому что ни один анимационный фильм не сможет заработать… Ты посмотри на сборы «Чебурашки» и ты, наверное, разочаровываешься. Ну, «Чебурашки» — это не анимация. Я думаю, что есть разная анимация. Ну, и то, что мы показываем на фестивале, там есть показы авторской анимации. Она, конечно, не претендует, скажем так, на сборы и на, собственно, на заработок. Это все-таки мы считаем как искусство. Ну, для души. Да. Это видение автора, которое он излагает в виде анимационной картины, а не изобразительной картины на стене. Есть коммерческие сеансы. То есть там у нас будет программа конкурсная коммерческих показов. Это, собственно, сериалы. Я думаю, что это как раз вполне себе очень даже успешный бизнес, анимационный бизнес и индустрия. В том числе, кстати, на фестивале мы планируем и вот потихонечку пробуем делать деловую программу, когда приезжают продюсеры. В этом году мы зовем еще и представителей международного бизнеса, чтобы они на одной площадке встречались, обсуждали какие-то совместные проекты производства, может быть, продажи контента друг к другу. Вот. Поэтому я думаю, что у этой индустрии достаточно большие перспективы развития. Я желаю, кстати, больших успехов в нашей студии, потому что они как раз занимаются производством. Мечта лета, да? И не только. И зеленым камнеежком. Нашим студиям замечательным. Ну и самое главное, в Хабаровском крае же создается анимационный кластер. Да, мне кажется, он уже создан, он уже работает вовсю. Осталось только поддерживать его функционирование. Кластер в том смысле, что это объединение, скажем так, многих учреждений, которые нацелены на развитие этой анимации, в том числе и ведомств. А вот кто-то из участников прошлого года получил потом какое-то дальнейшее развитие, имеется там коммерческое, чтобы там каналы какие-то заинтересовались, там телеканалы, да, на покупку сериалов. Или наоборот, получили какой-то знак того, что нужно делать, там, еще какой-то сезон, чтобы потом это выгодно. Ну, прям так мы пока не следим за историей наших участников и конкурсантов. Я думаю, что после мы будем более внимательны к этому. Но я точно знаю, что как раз после фестиваля «Зеленые камнеежки» очень хорошо поднялись, и на площадке они уже, кстати, нашли себе инвестора на самом фестивале, который поддержал, собственно, первую серию, вот эту пилотную их сериала «Абдукция». Вот, поэтому это действительно возможность встречи авторов, обычных зрителей, режиссеров, бизнеса на одной площадке и каких-то таких возможностей для развития. Напоминаю, что в Хабаровске с 28 сентября по 1 октября будет второй международный фестиваль анимационное кино «Анимур». Судя по тизерам, будет очень интересно. Очень интересно. Да, и самое главное, можно прийти бесплатно и посмотреть это все своими глазами. Главное – зарегистрироваться на сайте «Анимур». Давайте еще раз адрес сайта покажем. Да, ну и напомню, что в любом поисковике вы набираете название фестиваля «Анимура» и все, и попадаете. А можно завершение? Мне так понравился ваш девиз «Любовь и анимация». У нас другой еще есть девиз. «Мир, мур, анимур». Шикарно. У нас в гостях была Александра Дубовская, директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур».